На связи Украина 365 Местные власти подтвердили, что атака беспилотников в Татарстане была совершена на приприятии в Елабуге и Нижнекамске. При этом чиновники выдали, что, несмотря на взрывы, технологический процесс якобы не был нарушен. Также в РФ заявили, что в результате взрыва пострадало общежитие. Пресс-служба главы Татарстана рассказала, что несколько человек якобы пострадали при атаке беспилотника на приприятии в Елабуге. Представитель особой экономической зоны выдал, что беспилотники якобы были оснащены оборудованием стран НАТО. При этом он цинично солгал, что дроны атакуют гражданские объекты. По легенде российских пропагандистов, в Татарстан прилетел украинский дрон ЮДЖИ-22, на борту которого было не менее 20 килограмм взрывчатки. Стоит отметить, что, исходя из заявлений пропагандистов, БПЛА должен был пролететь не менее 1100 километров. Ориентировочное расстояние от границы Украины до Татарстана составляет приблизительно 1125 километров по прямой. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, который находится в 15 километрах от Елабуги. Беспилотник попал в технологическую установку, в результате чего начался пожар. Взрывы в Татарстане 2 апреля – это результат операции Главного управления разведки. Дронами украинского производства был поражен завод по сборке дронов-камикадзе типа «Шахет». Об этом украинским СМИ рассказывают источники в разведке. По данным источников, следствием атаки стали значительные повреждения приприятия. В результате поражения дронами украинского производства завода по сборке «Шахет» в Татарстане предприятию были нанесены значительные повреждения, отметил собеседник. Российский военный аналитик Ян Матвеев также сообщил, что в особой экономической зоне «Алабуга», которая попала под удар беспилотников, расположен завод, где производят дроны «Шахет». Он мог быть поврежденный и, по мнению экспертов, ВСУ наверняка атакуют снова. Скорее всего, российским военным придется оставить туда дополнительные комплексы ПВО, а желающих там поработать станет меньше. Добавил Матвеев. Еще в прошлом году стало известно, что россияне планировали развернуть производство «Шахет» в так называемой особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Алабуга» в Татарстане. Во временно оккупированном Севастополе в Крыму взорвали электроподстанцию, пишет УПС со ссылкой на источник в разведке. Отмечается, что это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины. Также напоминается, что местные паблики писали, что ночью жители города на временно оккупированном России полуострове слышали взрывы, после чего в одном из районов Севастополя пропал свет. Позже так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что все это было короткое замыкание. «Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще, короткое замыкание. Севастополь Энерго еще рано утром дал соответствующую информацию. В 6.42 свет уже был везде. Все работы в штатном режиме», — добавил Развожаев. В России придумали свое объяснение, почему над Красноармейском взорвалась и рухнула Х-101. Как известно, над Саратовской областью взорвалась российская стратегическая крылата ракета Х-101. По данным журналиста, в инцидент случился в воскресенье 31 марта. После пуска боевая часть ракеты сдетонировала. Обломки упали на территории города Красноармейск. Их нашли около 7 утра в поле. Один из обломков упал в 400 метрах от жилого дома. При этом местные паблики сообщили, что это якобы не ракета, а украинский беспилотный летательный аппарат, который собирались атаковать нефтеперерабатывающий завод. «Дрон уничтожили дежурные средства ПВО», — написали они. Одесские защитники на Черном море сбили редкий и очень дорогой российский дрон «Форпост», аналог «Байрактар». Этот беспилотник может вести разведку и атаковать наземные цели. Воздушные силы поразили один из самых дорогих ударных летательных аппаратов типа «Форпост». Это российский БПЛА, его стоимость составляет около 7 миллионов долларов. Его сбила Одесская зенитно-ракетная бригада на Акватории Черного моря. «Это достаточно такая необычная цель, но все же нам удалось его уничтожить», — рассказал спикер воздушных сил в эфире телемарафона. По его словам, этот дрон может нести разную боевую нагрузку и достаточно длительный период времени может выполнять поставленные боевые задания вдоль линии столкновения. Он чем-то напоминает аналог «Байрактара». Он достаточно большой, он может вести разведку и при этом еще нести дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, чтобы поразить наземные цели. Силы специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины уже почти год участвуют в боевых действиях на африканском континенте, воюя против российских наемников и местных повстанцев в Судане. Об этом 1 апреля рассказал нардеп Алексей Гончаренко на собственном YouTube-канале. По информации парламентария о поддержке украинскую власть попросил лидер страны генерал суданской армии Абдель-Фатах Альбурхан. Это случилось тогда, когда он находился в опасном положении из-за превосходящих сил повстанцев, так называемых сил быстрого реагирования, которых поддерживают российские наемники из ЧВК «Вагнер». Как рассказал Гончаренко, первая группа украинских спецназовцев прибыла в Судан в августе прошлого года, и первой их задачей было освободить из окружения в столице лидера страны. После того, как он оказался в подконтрольном правительственным войскам порт Судане, генерал позже встретился в Ирландии с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым и договорился о дальнейшей помощи суданским военным. Нарде поднимает резонный вопрос, почему Украина появилась в африканской стране, и может ли она себе позволить в разгар войны проводить такие операции. Во-первых, как почерпнул Гончаренко, такие операции укладываются в стратегию подрыва военных и экономических операций АРФ за рубежом. Во-вторых, в начале полномасштабной российской агрессии в Украине, именно в Судане союзники Украины выкупили значительное количество оружия и боеприпасов. То есть, как отметил Гончаренко, Украина должна была защитить свой источник военной помощи. И в-третьих, как почерпнул начальник ГУР Кирилл Буданов, слова которого вспоминает один из спецназовцев, Украина найдет и уничтожит всех своих врагов, где бы они ни находились. Запрещенные в России движения «Талибан» пригласили к участию в форуме «Россия. Исламский мир» в Казани. Об этом заявил спецпредставитель диктатора АРФ по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД Замир Кабулов, отвечая на вопрос корреспондента пропагандистского ТАСС. По словам Кабулова, «Талибы» планируют принять участие в форуме, они уже приглашены. Кабулов также рассказал, что сотрудничество России с представителями «Талиба» по антитеррору ведется на регулярной основе. «Никаких особых здесь новостей не, что можно добавить», — отметил он. «Форум «Россия. Исламский мир» пройдет 14-19 мая в Казани. Добавим, что «Талибы» регулярно приезжают в Россию». Из Севастопольской бухты исчез малый ракетный корабль «Циклон» Черноморского флота АРФ. Корабль перекрывал вход в бухту и был единственным носителем крылатых ракет «Калибр», который находился в акватории оккупированного Крыма. О деталях рассказали в телеграм-канале «Крымский ветер». В заметке указано, что получили спутниковые фотографии местности под Севастополем, сделанные 31 марта. На фото не видно МРК «Циклон», который ранее находился на входе в Севастопольскую бухту. Одной из задач этого корабля было усиление системы ПВО вокруг оккупированного крымского города. Отныне в СРФ не смогут воспользоваться зенитной установкой, которая входила в оснащение морского судна. Кроме того, отмечается, что это был единственный носитель крылатых ракет «Калибр», который находился в Крыму. Теперь и его отвели подальше. Предыдущее упоминание о МРК «Циклон» в телеграм-канале публиковалось 16 марта. На фото, предоставленном анонимным жителям Крыма, был виден корабль, пришвартованный посреди Севастопольской бухты возле банок. На спутниковых фото, полученных 31 марта, эта местность опустела. Добавим, что «Циклон» – малый ракетный корабль проекта 22-800 «Каракурт» ЧФ России. Это единственное новое морское судно, которое в прошлом году достроили в Керчи. Корабль способен сделать залп восемью ракетами «Калибр», однако никогда этого не делал. Россия под Авдеевкой осуществила одну из крупнейших танковых атак за всю историю войны, но в ИСУ не только ее успешно отбили, но и нанесли врагу сокрушительное поражение. Россияне потеряли треть своих танков, пишет Форбс. Так Россия атаковала с помощью 36 танков и 12 боевых машин БМП вдоль дороги от оккупированного России Тонникова до свободного села Уманское. Украинская 25-я бригада заметила колонну из 48 машин и сильно по ней ударила. Как отмечают осент аналитики, уничтожено 12 танков и 8 БМП. Каким образом 25-я бригада уничтожила эту рекордно большую российскую танковую колонну, не совсем понятно из визуальных свидетелей с последствий боя. Но об этом нетрудно догадаться. Стандартная тактика обороны украинских войск заключается в том, чтобы с помощью беспилотников обнаружить российскую штурмовую группу и разбить ее точным артиллерийским обстрелом, пишет издание. При этом даже если россияне действительно получили хоть какие-то преимущества ценой этих 20 машин, то выигрыш был скромным. На следующий день после штурма Центр оборонных стратегий описал бои вокруг Тонникова как позиционные, то есть ни одна сторона не продвинулась в значительной степени. Как отмечает издание, такое масштабное нападение РАП подчеркивает две противоречивые тенденции. В частности, если еще за несколько недель до субботнего штурма российские бригады в основном разворачивали пешеходную пехоту для наступления к западу Тавдеевки, то в последние дни все изменилось, и враг на этом направлении возобновил применение бронетехники. То, что украинцы могли победить такую большую и хорошо вооруженную российскую силу, говорит о другой тенденции. Несмотря на трудности с нехваткой ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны установить жесткую оборону, часто с помощью комбинаций мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников, пишет Форбс. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон планирует нести пакет помощи Украине на рассмотрение, когда конгрессмены вернутся с каникул. Он ожидает, что помощь будет включать некоторые важные нововведения. Как пишет The Hill в интервью «Воскресный вечер в Америке» с Треем Гоуди, Джонсон отметил, что США могут предоставить Украине помощь в виде займа. Эта идея приобрела популярность в начале марта и может смягчить беспокойство консерваторов. Российские спецслужбы могли применять тайное оружие против американских дипломатов, повлекшее так называемый «Гаванский синдром». Об этом говорится в расследовании CBS News, The Insider и Der Spiegel. Российская военная разведка могла быть причастна к серии нападений на представителей американской разведки и высокопоставленных должностных лиц. Они могли применять тайное оружие, вызвавшее симптомы так называемого «Гаванского синдрома». Первый случай приполагаемого применения этого оружия датируется 2016 годом. В это время американские дипломаты в Китае начали жаловаться на специфические симптомы, которые впоследствии назовут «Гаванским синдромом». Тогда пострадал работник госдепартамента в Шанхае. У него внезапно началось сильное головокружение, трудно было держать равновесие, даже подняться с постели было проблематично. Иногда он просто падал на ходу по улице, начались проблемы с кратковременной памятью. Через несколько месяцев симптомы прошли, но в 2018 году он снова начал терять равновесие на ровном месте. В дальнейшем многим жартам диагностировали черепно-мозговые травмы, нейронные повреждения или двусторонние расхождения полукружных каналов. Некоторые пострадавшие сообщали, что их симптомом предшествовали странные звуки, сопровождавшиеся боли в ушах. Кроме того, описывали действия оружия как узконаправленный луч, из-под действия которого можно было выбраться, сделав несколько шагов в сторону. Одним из предположений является то, что для нанесения звуковых ударов мог быть использован микроволновый излучатель, использующий так называемый эффект Фрея. Расследователи отмечают, что во многие случаи фиксации гаванского синдрома наряду с пострадавшими были замечены странные лица, которые вели себя неестественно и в некоторых случаях имели сильный акцент. По странному совпадению в городах одновременно находились в командировках сотрудники главного разведывательного управления МОРФ, офицеры воинской части 29-155 ГРУ. Некоторых из них даже узнали пострадавшие на фото. Это были российские агенты ГРУ Егор Гордиенко, Франкфурт и Альберт Аверьянов в Тбилиси. Косвенное подтверждение использования тайного акустичного оружия российскими оперативниками также удалось извлечь из документа бухгалтерии, оказавшегося в руках журналистов. В нем говорится, что участник ряда командировок в местах инцидентов Иван Терентьев передал фонду индивидуальную работу под названием «Потенциальные возможности нелетального акустического оружия при военных боевых действиях в городе». Журналисты не могут дать точного ответа о цели таких атак на американских дипломатов, однако отметили, что ряд операций имел свой эффект. Многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами и при этом даже не получить должной помощи. Многие из пострадавших сталкивались с тем, что их жалобы списывались на психическое расстройство. Иран также предупреждал Россию о возможности проведения крупной террористической атаки перед массовым расстрелом в концертном зале «Крокусити Холл» возле Москвы в прошлом месяце. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три ознакомленных источника. «За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной во время допроса в арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране», сообщил агентство один из источников. Второй источник сообщил, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве о предстоящей атаке, не хватало конкретных деталей относительно времени и точной цели. Им, членам ИГИЛК, было поручено подготовиться к значительной операции в России. Один из террористов, арестованный в Иране, сказал, что некоторые члены группы уже ездили в Россию, сообщил второй собеседник. Третий источник, высокопоставленный сотрудник службы безопасности, сказал, поскольку Иран годами был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свои обязательства предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила! Субтитры сделал DimaTorzok